Индустриализация, инфраструктура, инновации. В Истании прошел общенациональный телемост. 10 новых объектов в режиме онлайн запустил президент страны. Нурсултан Азарбаев ознакомился и с ходом строительства еще семи. Результатами работы он оказался удовлетворен, но тут же обозначил дальнейшие ориентиры развития. Сделано в Казахстане. В последнее время бренд этот становится все более популярным. Возможности отечественной индустрии сегодня были продемонстрированы президенту страны на специальной выставке. Осмотрев то, что наши производители выпускать могут, глава государства обратил внимание на то, что производить они еще должны. Правда, говорил он об этом чуть позднее, во время общенационального телемоста. Два раза в год подводить итоги индустриализации, это уже традиция, отчет министров и акимов о расходовании бюджетных миллиардов, также идет по стандартному сценарию. Но с самого начала глава государства дал понять о том, что дальше работать надо по-новому. Вторая пятилетка индустриализации должна пройти в тренде, в тренде мирового развития. Надо, чтобы специальные люди отслеживали тренд мирового развития. Сейчас совершенно новый подход идет. Все более и более будет сужаться использование минеральных ресурсов и переход совершенно на новый уклад в развитии экономики. Нам не прозевать. То, что мы делаем, должно было бы сделано в Казахстане давно, лет 30-40 назад. Но мы вынуждены это делать сегодня. Без этого нельзя прыгать дальше. И не упустить вот это, Василий Заронтавич, надо смотреть в правительстве, специальная группа людей, которые отслеживали. Экономика должна быть экономной. Глава государства в очередной раз напомнил чиновникам о том, что разбрасываться деньгами сейчас не время. Так как большая часть всех проектов реализуется в областях, отвечать головой за средства должны Акимы, отметил президент. А вот следить за грамотным расходованием средств должны министры. Сейчас нас ситуация прижимает. Снижение цен на наши экспортные товары, особенно цельевые, и другие вопросы, касающиеся нашей торговли, заставляют нас экономить. Это должны помнить все. Государственные средства, средства национального фонда, расходовать как бы это чужие деньги, вот этого не позволительно. За этим будем следить. Мы говорили о том, что в строящихся многоэтажных домах размещать надо детские сады. Не такие дворцы, как мы делаем, с бассейнами, ботаническим садом. Хватит, это проехали. А ты назвал сумму с нас фонда, детские сады, туда-сюда размахиваем, как будто это чужие деньги. Давай следи. Министрство твое называется экономикой, экономическую развитию. Нашу экономить надо во всем. Понял? Понял. Ну, Штабович, в соответствии с вашим поручением, вот с 1 июля, во всех проектах, которые будут новостроиться, вот мы предусмотрели соответствующим решением создание специальных помещений для размещения таких называемых образовательных центров, и которые будут развиваться только за счет ГЧП. То есть мы размещаем образовательный заказ, но все остальные вложения делают частные инвесторы. Восемь прямых включений из регионов страны и 17 объектов, 10 из которых сегодня были запущены. Результат прошедшего дня индустриализации впечатляет. Это новые заводы и модернизированные цеха, солнечные электростанции, производство сельхозтехники, логистические центры и дороги. Но это только начало, отметил президент. Дальше должно быть больше. Но возможно это только при одном условии. Ошибок прошлого повториться не должно. Первая пятилетка была началом. Допущены были ошибки. Не те предприятия. Предприятия, которые не могли продавать свою продукцию. Предприятия, которые пришлось переделывать. Предприятия, которые не осваивали свои мощности. Из всего этого надо сделать выводы. Ознакомившись с казахстанскими брендами и запустив новые проекты, глава государства отметил, что здесь от частного нужно идти к общему. Вся проводимая работа должна воплотиться в национальный бренд. Именно с ним наша страна должна пробиваться в топ-30 мировых лидеров. Тем более, что программа национальных чемпионов уже объявлена. Мне сказали, что 32 таких проектов имеются. Но чемпионов поначалу 32 не бывает. Чемпион один вообще. Покажите мне этого чемпиона в скором времени, за которым последуют другие. Мы где-то должны пробиться каким-то брендом казахстанским. Давайте будем думать. Например, Япония называется страна восходящего солнца. Нидерланды страна тюльпанов. Китай, Поднебесная. Нам тоже от этих стран уйти. Мы страна великой степи. И вот под этими лозунгами и новым брендом мы должны показаться миру новым Казахстаном. В первый год второй пятилетки форсированной индустриализации в Казахстане планируется запустить 100 новых предприятий, 20 из которых, к слову, уже работают. Удастся ли претворить планы в жизнь, станет известно уже на следующем общенациональном телемосту, который по традиции пройдет в конце года. Дания Рамазанов, Бахти Арзаев. При поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан. Астана, 24КЗ.